Дочь! Ах, глупости. Небольшая пауза. Многие из вас спрашивали, какие книги я сейчас читаю. Раз уж наша тема как раз об этом, хочу вам рассказать о двух книгах, которые я нашла недавно. Это японские легенды от автора Лапутин и Кот без тебя, Лина Допос. Я на самом деле фанатка японской тематики, меня безумно привлекает их менталитет, атмосфера Японии и то, насколько творческие люди японцы. С японской мифологией до этого я сталкивалась пару раз. Например, все мы, наверное, слышали о китсу и лисе с обладающей сверхъестественными способностями. На самом деле в японских легендах куда больше мифических существ. Всем советую познакомиться с японской мифологией через книгу «Японские легенды». Мало того, что информация увлекательная, так еще и иллюстрации потрясающие от известной итальянской художницы Лапутин. Не пожалеете. А вторая книга рассказывает про школьницу Кару, жизнь которой переворачивается с ног на голову после ужасного инцидента. Чтобы помочь пережить потери, Кару отправляют в закрытую школу в Швейцарии. Там ее ждут новые друзья, новые учителя и даже внезапная любовь. Но призраки прошлого не отпускают герой. Обе книги я читаю в сервисе стройки. Электронные и аудиоверсии книг есть только здесь. Их вы не найдете на других сервисах. Стройки – сервис для читающих людей. Здесь находят книги и журналы, слушают подкасты и аудиокниги, находят интересные и открывают новые. Кстати, еще с прикольного там есть гадание по книгам. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я задействовала эту функцию. А от меня для вас подарочком будет бесплатная подписка на 30 дней по промокоду NIKUSHANCE. Читайте то, что любите, в строках за каждой интересной книгой следует другая. Опять эта дурацкая история? Хоть бы меня не спросили? Да там учить нечего, чего бояться? Мне легко говорить, для тебя читать свои книжки – развлечения, а для меня – мука. Ха, слыхали? Какой-то бедолага отправился искать чудовище и пропал. Нафига они вообще туда ходят? Оттуда еще никто не возвращался. Что ты сказал? А чё, интересно стало? Или это твой паренек был? Мне не до шуток, Алекс. Что произошло? Полиция нашла разбитый велик и привязанную к столбу собак. На этом месте были сломаны все деревья и найдены следы неизвестного животного. Мужика нет. Собака? Тоби, мне надо домой. Мама, где Тоби и папа? Собаку привели полицейские. Папа вложил в его ошейник записку с адресом, а вот самого отца еще нет. Может уже и не будет. Мама, не неси чушь. Прошли только сутки, он обязательно вернется. Ника, на тебе лица нет. Ты за этого мужика переживаешь? Каждый год какой-то недалекий смельчак пытается поймать чудище и пропадает. Я уже привыкла. Лиза, этот недалекий смельчак, мой отец. Владюшки, прости, я не знала. Все нормально. Ника, погуляем после школы? Отвали, Алекс. Вы знали, что за поимку чудовища дают полмиллиона монет? Я бы сходила за такие-то денежки. Тебя-то, Макакоша, за секунду глупая. Вы вообще в курсе, что мой папа охотник? У меня есть чем ответить этому животному. Была бы у меня компания и я бы пошла, а вокруг они тряпки, как вы. Я пойду. С ума сошла? Ничего себе, Зубрилка решила смелостью блеснуть. Пригодишься, твоя начитанность поможет нам в дороге. Ника, если ты это из-за отца, то он был бы недовольный, что ты решила погибнуть вслед за ним. Так это был твой отец? Я пойду с вами, спасу красавицу чудовища и она моя. Боже, если ты идешь по этому, ты можешь не ходить. Кто еще желает? Я пойду с Никой. Чудненько, прелестная компания. Дочь охотника, Зубрила со своей ненормальной подружкой и хилый недалекий пацан. Э, слышь. Ну, в общем-то мне плевать, главное деньги, а попадать четко в цель отец научил меня с детства. Эм, тогда зачем тебе мы? Одно идти небезопасно, будете моими помощниками. Встречаемся всем, судя по городским легендам, это животное предпочитает темное время суток. Пойдем туда, где нашли велосипед моего отца. Встречся.